Детское радио представляет Сказки народов мира Предание земли Аотеароа Новозеландские сказки Хаэрэмай Так приветствует каждого, кто ступает на ее берега Земля Аотеароа Или Длинное Белое Облако Так назвали ее люди, давным-давно приплывшие к ней по водам Великого океана Многое повидала Аотеароа О многом может рассказать О чистой любви и вражде племен О гигантских птицах и духах леса О дружбе и предательстве О говорящих камнях и могущественных колдунах Вот одна из ее историй Похищенный кит Родился у вождя Тинерао сын Чтобы рос мальчик здоровым и удачливым Нужно было прочитать над ним волшебное заклинание Позвал Тинерао колдуна по имени Каэ Прочел Каэ заклинание, отобедал И пошли они с вождем Тинерао прогуляться вдоль берега моря Море на языке Маори Тай Море в жизни народа Маори всегда играло огромную роль Без него невозможно представить их культуру В нем они ловили рыбу По нему плавали к соседним островам Море Тай И вот когда они поднялись на огромный камень Вождь вдруг громко крикнул Ту-ту-нуи! Колдун Каэ с удивлением огляделся по сторонам И не увидел ни души И вдруг из моря поднялся огромный кит С его спины скатывалась вода, будто ручьи с горного склона Кит подплыл к вождю и колдуну Раскрыл свой огромный рот И к ногам Тинерао упала рыбина Такая большая, что ей могла наесться целая семья Колдун Каэ не мог поверить собственным глазам «Неужели ты не слышал о моем ручном ките?» Засмеялся вождь Тинерао «Его зовут Туту-нуи! Мы с ним друзья! Он возит меня по морю быстрее, чем лодка А также приносит рыбу на обед!» В ту ночь колдун Каэ никак не мог уснуть Он все думал о ките Туту-нуи На следующий день Тинерао вышел проводить колдуна Каэ Для которого уже была приготовлена лодка Лодка на языке Маори Вака Традиционная лодка Маори – это двойное каноэ То есть две лодки, соединенные вместе С парусом посередине Они гораздо устойчивее обычно И пригодны для того, чтобы плавать на очень большие расстояния Лодка на языке Маори Вака «Спасибо, что приехал к нам!» Сказал на прощание вождь Тинерао Калдуну Каэ «Даже не знаю, чем отблагодарить тебя Чего ты желаешь?» «Прикажи своему киту отвезти меня домой» – попросил колдун «Это невозможно, ведь ты не умеешь им управлять» – возразил Тинерао «Ты думаешь, у меня не хватит ума сладить с китом?» – грозно спросил он Тинерао знал, как опасно сердить колдунов и согласился «Конечно же, кит отвезет тебя домой, но недалеко от берега Тутунуи встряхнется Это значит, что кит не может плыть дальше Как только он подаст тебе этот знак, соскакивай в воду» «Ладно», – нетерпеливо ответил Каэ, – «зови кита» Тинерао подошел к воде и крикнул «Тутунуи!» В то же мгновение к берегу подплыл кит Каэ забрался к нему на спину, и они поплыли И вот, когда уже показалась деревня колдуна, кит встряхнулся Но Каэ и не думал прыгать в воду, а начал читать заклинания С этого дня кит Тутунуи стал подчиняться колдуну Каэ И приносить рыбу только ему Напрасно каждый вечер выходил вождь Тинерао на берег моря И звал «Тутунуи!» Его друг кит не приплывал к нему Тогда Тинерао созвал совет племени и сказал «Каэ украл моего кита! Кто пойдет со мной, чтобы отомстить обидчику?» Воины с готовностью закричали «Мы пойдем с тобой, Тинерао!» Но тут вперед вышла жена вождя – Хине Слово «жена» на языке Маури звучит «вахины», а муж – «тааны» У народа Маури есть пословица о трудности выбора «Хе кахавае и тэвае» «Хе вахины киута», что означает «рыба в воде, жена на берегу» Жена – «вахины», муж – «тааны» «Я и другие женщины нашего племени, – сказала Хине «Приведем сюда колдуна Кая без всяких сражений» И вот через несколько дней, когда в доме колдуна праздновали день сбора урожая Пришли к нему Хина и ее соплеменницы Стали они развлекать гостей танцами вокруг костра А когда он догорел, запели чудесную песню, от которой колдун и все его гости уснули крепким сном Подкравшись к спящему колдуну, Хина и ее подруги завернули его в циновки и отнесли в лодку Проснувшись утром, колдун увидел стоящего над ним вождя Тинерау В руках тот сжимал копье «Верни моего кита, Каэ», – сказал он «Немедленно!» Понял колдун, что с вождем лучше не спорить Прошептал он заклинание И тут же Тинерау услышал в море громкий плеск Выбежал он на берег и увидел у большого камня спину своего друга кита Тутунуи С тех пор они уже больше никогда не расставались Повторяем, запоминаем Сегодня вы узнали, как на языке Маури звучат слова Море – тай Лодка – вака Муж – тааны Жена – вахины Сказки народов мира Предание земли Ао Теароа Новозеландские сказки Субтитры создавал DimaTorzok